МИТИНГ на Аллее Героев Наши корреспонденты наведали наибольшь значное мероприемство. МИТИНГ на Аллее Героев Об Великой Ачиной у Гомеля сегодня памятают не только иллюзии. Наглядные вежи, якая находится на территории Палацево-Паркового ансамбля, до нашего часа заховалися следы от снарадов и куль. Подчас святкования 72-й годовины вызволения Гомеля, вежу снова открыли для наведывальников. У администрации ансамбля лечить, что объект будет запотребованным среди гомельчан и туристов. Дарыш и сегодня вежа – одна из самых высоких побудов в городе. Ее вышиня – 40 метров, а там он сверху добро бачный весь областный центр. Гомельчане сдолили не только одновить практически полностью разборанный город, а лей зарабили его одним из самых пригожих у Беларуси. В 2007 году, когда закрылась башня обозрения по техническим причинам, было очень много пожеланий, жалоб, почему она закрыта. И на протяжении всех этих лет к нам поступают просьбы, пожелания, когда она откроется. Поэтому я думаю, что она будет пользоваться спросом, потому что это очень оригинальный объект. Центральную идею селеднего святкования 72-й годовины вызволения Гомеля можно сформулировать наступным чином. С пляцовки для боевых деяний Гомель перетворился у пляцовку инновационную, причем у самых разных сферах. Навученцы гомельских школ, например, пропоновали свое бачение Гомеля празд 200 годов. У студентов технического университета планы не такие отдаленные. Зараз я не распроцовываюць специальную программу для мобильных телефонов, якая дозволить ознайомиться с историей гомельских улиц, які названы именами героев, а так само непосредно злёсами гэтых людей. Проект достаточно интересный, ну и достаточно сложный, в принципе, для них оказалось. Потому что ребята второго курса, они еще некоторые технологии не до конца изучили. То есть в процессе изучения они сделали такое-то мобильное приложение. Урочистый сход на день вызволения мероприемство у Гомеля традиционное. Правда, каждый раз организаторы имкнутся заработать его неподобным на попередние. Але при этом обовязково цикавым и запоминальным. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Депутаты Гомельского областного совета затвердили концепцию программы развития жилогодоли у Гомельской области наперед до 2020 года. Головная метод документа – повышение эффективности Галины за кошт вытворчества конкурента с дольной продукцией. У приватности на протягу пяти годов и творчость молока плануется повеличить на 35, мясо птушки на 37, бону и рогатой живелы на 24%. Накольки реальные агитые планы можно мерковать по сегодняшним посаджениям облавы канкама, на яким проанализованы выники работы жилогодолчого комплексу у гетем годе. Алик Сенцеров потекавился досягненними Галины. Небось, картошечку-то все мы уважаем, особенно, когда с сальцом ее намять. Что не кажи, а Владимир Высоцкий ведал гастрономичное густо людей, а вот специалисты агропромыслового комплекса Гомельской области ведают, як это густо задоволить. Бадай самое значное досягнение жилогодолчого комплекса Гомельской области – надои молока. Як чакается, по вынекам года, яго буде отримана 1 млн 12 тыс. тонн. Такий показчик у регионе был досягнутый только одной, чей, в 1990-м. По областным комитетам по сельскому господарству и харчеванию называют некольких причин серот основных забеспечения Галины якостными кормами. Досягнение тем больше значное, что на дворе в этом году выконанию планов по корму на Рыхтовце не сприяло. С учетом, насколько климатические условия Гомельской области последние годы нас испытывали, так скажем, но с той стратегией кормопроизводства, которая принята в области, усиленное внимание уделено посевам кукурузы, которая, конечно, дала свою отдачу, мы позволили обеспечить себя кормами. Ну и вот уже второй год мы стабильно обеспечиваем поголовье скота полноценными комбикормами. Бадай самой проблемной сферой на Гомельщине оказалась свиногадовля. Причины в основном объективные. До этого часа уплыв оказывает наступство африканское чумы свиньев. Хоть по великим рахунку проблем хапает не только тут. У господарок нема сродков, как за властный кошт будовать новые сучасные живелогадовчие комплексы, а кредиты каштуют вельми шмат. Як, до речи, и сами новые фермы. А почня за открытых у экс-базы Пянчин Будакашалевского района на 600 голов обошла сегаспадаться больше, как у 100 миллиардов рублев. У такой ситуации сегаспредприемство имкнуться обыходится уластными силами и демок чем реконструивать помешкание по бытованной ранней. Эскровый приклад калгас 50 год кастрични корейческого района. Тут господаршим способом адрамотовали комплекс на 3 тысячи голов. Усягоза 4,5 миллиарда рублев. Теперь на им отремлюсь молоко только готовку экстра. Продукция вся сортом экстра. Все молоко реализуется с этой фермы. Поэтому и прибыль от этой фермы возрастает. Если раньше был высший сорт, то теперь сорт экстра. Як чекается, программа развития живела годов в Леговомске в области на наступные 5 годов, будя затверждена у соковику 2016-го. Причим, у Абалска-Газхарча плануюсь поэлечить продукт деженой покажщики ясче на нескольких процентов. Есть у все подставы мерковать, что гэты планы будут реальными. Олег Сентюров, Игорь Марыченко, Евген Макеенко, Ля Рада Компания Гомель. Сегодня у Гомеля пройшел республиканский семинар «Лес молодь будущая 2015». Як означают у Министерства лесной господарки, головная метана рады ознайомить молодых работников с задачами, которые стоят перед голеной. А так само выслухать их пропановы. Об чем ишла размова, ведают наши корреспонденты. Предоставление первого працанного месяца, оказание материальной допомоги за беспячение жильям. Гэты только некоторые пытания, які традиционно разглядаются на республиканским семинаре «Лес молодь будущая». Селетаен проходить у Гомельской области. Тут есть, что показать молодым специалистам. Хоть не меньше важно для их и махчимость особистой встречи с министром лесной господарки, подчас якою можно выказать свои пропановы. Бо отрыманных у высшейших и средних специальных установах ведау не зауседа достаткова для практичной работы. Любой молодой специалист сталкивается с одной из единственных проблем в любой отрасли – это применение тех знаний, полученных в университете, применение их на практике. Также в университетах мало учат документообороту, их оформлению, то есть введение этой документации. Этому пришлось обучаться уже на практике, на самом производстве, перенимать опыт у старших специалистов. Селета работниками лесной господарки стали коля 300 молодых специалистов. У глиновой министерстве означает, что частка зых у ближайший час будзе призваны в узбройные силы. Некто после обовязковой отпрацовки знайдзе іншую працу, але як свечить практика, каля 90% молодых специалистов застанутся у глине. А таму их практичной подрыхтовцы повышенная увага. Урешті выники работы залежать пер за усе от профессионализму кадров. Сюня сярод основных на керунках деяностей лесной глины, выросшывание новых лесов, нарыхтовка и перепрацовка драунины, реализация продукции у тымлику и на экспорт. У нас есть в стране древесный ресурс, надо эффективно использовать. Для целей построены подприятия концерна «Беллес Бумпром», которые уже вводятся в эксплуатацию и будут подносить доход большой нашей стране валютной выручки и в целом налоговых поступлениях. Олег Сентюров, Ольга Вальченко, Игорь Марышенко, телерадио «Компания Гомель». Сюня у Гомельским державным техничным университете отцветковали юбилей Паула Сухога. Сюлята спойнилась 120 годов дня народжения выдатного советского авиаконструктора, одного из основальников реактивной из Выжгуковой авиации. Об урочистых мероприемствах и об тем, как функционует университет сюня, расскажет Катярина Сапельникова. Угонар дня народжения администрации университета запросила коллег из России и Украины. Разом они усклали кветки до помника Сухому под любимую композицию авиаконструктора – Палане Сагинского. После урочистой частки пройшла конференция, на которой обмерковали питания сучасных вытворчих систем и эдукации. До речи, уже 20 годов техничный университет с годностью носит имя, вядомого авиаконструктора. Мы действительно много сделали за 20 лет. Наших 15 ученых получили премию УКБ Сухого за разработки в каждом своем направлении. Более 300 студентов и аспирантов получали и сегодня получают стипендию по Сухому. У ГТМ годзе ради студентов поповнили каля тысячи подлетков. Самый великий конкурс был на факультет автоматизированных и информационных систем. До речи, в минулом годзе на ГТМ факультетсе начался под рыхток студентов по новых специальностях. Информатика и технология программования и информационные технологии керования в техничных системах. Миноватые специальности стали самыми запотребованными. Кроме того, университет рыхтует высококвалификованных программистов, энергетиков, инженеров, металлургов и инших специалистов. Мне кажется, именно этот вуз готовит лучших специалистов в городе Гомеля. Мероприемства до дня народжения Паула Сухого протягнутся завтра на базе Гомельского техничного университета. Катерина Сапельникова, Сергей Климович, телерадиокомпания «Гомель». Гомельская мытня провела доброчинную акцию для выхованцев Гомельского районного социально-педагогичного центра. Кроме традиционных подарунков, детям ждал незвычайный сюрприз – встреча с четвероногими оховниками храницы. Доброчинные акции для детей, якие позбавленные батьковской пяшчоты, лечить организаторы акции, повинны быть промеркованы не только до святочных дат, а и проходить без никакой нагоды. Миновито тому Гомельская мытня приняла решение познайомить детей со своими собаками с кинологичной службы. Четвероногие мытники наглядно показали, как они умеют працевать. С легкостью находили забороненные до перевозу речи в школьных заплечниках и своими поводинами выкликали огольное захопление. Далее на эту встречу социально-педагогичным центры пришли не только яговы хаванцы, а и наученцы соседних школ. Мы практически на протяжении 10 лет дружили с речицкой школой-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Школа-интернат речицкая в этом году расформирована, и мы приняли решение коллективам найти себе новых подшественных. Поэтому в течение года мы определяли, с кем мы будем дружить в дальнейшем. И приняли решение, что социально-педагогический центр как раз примерно то, чего нам и надо было. У картины галереи Гаурила Вашченки открылась и выстава «Экспериментус». Гэта незвычайная экспозиция приборов и прилад, дякуючи, яким наведвальники могут отшуть себе до следчика медзивного и шматгранного свету физики. На выставе «Экспериментус» представлена великая колькость экспонатов, яке не только можно, але навед и треба кранать, крутить, натискать. Выставочные объекты наглядно демонструют разные законы физики, природные зъявы, аптичные иллюзии, принципы працы технических прилад и многое иншее. Шар-плазма, велизарные шахматы, лесвеца якоба, беспроводная передача энергии, калыска Ньютона, прибор для вымарения зарада тела человека. Гэта тольки малая частка представленных на выставе оригинальных экспонатов. Усе яны з'являются саморобными, выкананными руками столичных умельцев-энтузиастов, яке, до речи, навод немают физичной адукации. На выставе «Экспериментус» можно цікаво, займально, агалонное, пазнавально провести свой вольный час усёй сямьёй. Самая главная идея в том, чтобы показать детям физику доступным языком. Многие, то, что тут представлены экспонаты, в школах их даже нету. В учебнике они описываются, а мы им показываем уже наглядно, как они работают. Дети заинтересуются, причём очень хорошо. Тут достаточно большое количество посетителей. Именно вот по детям приходят и школьные группы, и взрослые группы даже приходят. Сюда приводят детей из университета уже, да, взрослых таких. И на гэтым наш вечерний выпуск завершен. И у студы працывала Наталья Игнатенко. Я и мои коллеги жыдаем вам доброго вечера. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова